Титул в полулёгком весе. Единственный раз в карьере уступил нокаутом. И это, по сути, был конец того Вуяни Бунгу, которого любили и знали. Далее он провёл четыре боя. Два из них выиграл, два проиграл. Впереди у нас бой за титул в полутяжёлом весе. Последним поединком сегодняшнего выпуска станет бой за титул WBC в полутяжёлом весе. Его отстаивает впервые в своей карьере Джей Би Уильямсон. А противостоит ему Денис Андреас. Бой состоялся в столице Англии, в Лондоне 30 апреля 1986 года. Нельзя назвать этих боксёров великими или по-настоящему знаменитыми, заслуживающими самых лестных слов. Но, тем не менее, в свою эпоху, в своём весе им суждено было достичь определённых вершин. Джей Би Уильямсон, он в голубоватых трусах, американец, начал карьеру в 79-м году. И, в общем-то, никаких успехов до 85-го особенных у него не было. Разве что победа над Джеймсом Салерно техническим нокаутом в третьем раунде у Салерно просто хороший послужной список был. 31 победа, всего три поражения, но, правда, побеждал он не весь кого. И вот в сентябре 85-го года получает возможность Джей Би Уильямсон сначала выиграть континентальный американский титул WBC, а потом вышел на бой за вакантный титул по версии Всемирного боксерского совета против бойца с необычным именем и фамилией принц-мама Мохаммед. У него был тоже солидный послужной список и единогласным решением довольно уверенно Джей Би Уильямсон победил и стал чемпионом мира в полутяжелом весе. То есть это приличный очень титул титул чемпиона мира. Никто этого даже, наверное, он сам не ожидал. Но, как говорил Энди Уорхол, вскоре у каждого человека будут свои 15 минут славы. У Джей Би Уильямсона эта слава на момент этого поединка продолжается уже 4 месяца и 20 дней. Он столкнулся с Деннисом Эндриасом боксером проживающим в Англии, в городе Хэкни и прозвали его Скала из Хэкни. Хотя уроженец он Гаяны. Там делал первые боксерские шаги. Но затем он предпочел, естественно, переехать в более богатую страну, где больше, естественно, возможностей. Он начал заниматься боксом довольно поздно, в 25 лет, я имею ввиду профессиональным боксом. И с третьей попытки завоевал титул чемпиона Британии. Причем это произошло, когда ему стукнул уже 31 год. Он победил Тома Коллинза. Надо сказать, что еще застал Деннис Эндриас те времена, когда за титул чемпиона Британии и за титул чемпиона мира дрались 15 раундов. Так что это заслуженный ветеран. Вообще, чуть забегая вперед, скажу, что боксировал он до 43 лет. Ушел только после поражения от Джонни Нельсона. И этот бой, естественно, состоялся уже в рамках тяжелого веса. И был чемпионом Деннис Эндриас Британии еще и в тяжелом весе. Но пока у него лавры лишь чемпиона островов в полутяжелом. Вот шанс, первый для него шанс стать чемпионом мира. Посмотрим, сумеет ли он им воспользоваться. Видимо, что бой никак нельзя признать изобилующим техничными комбинациями, дающим какие-то откровения в плане тактики. Но это настоящий бой. Другими словами не назовешь. Это драка. Тут кто кого, кто кого переломит, сломает очень тяжкие вот эти вот объятия очень жестко вымахиваются оба боксера. Принимают практически все удары, поскольку нет у них возможностей хорошо защищаться. Не научили в боксерской школе. Это не их вина, это скорее их беда. Но в желании ни тому, ни другому не откажешь. На момент поединка у Джеби Уильямсона было 22 победы, 8 нокаутов и всего лишь одно поражение. Одно поражение по очкам. У Денниса Эндриаса похуже статистика. Он вообще за свою карьеру 49 боев выиграл, 30 нокаутов, 14 проиграл, 2 ничи. То есть он и проигрывал, бывало нокаутами малоизвестным боксером и выигрывал. То есть вот в Америке таких называют джоннимен. Это перевод как странствующий ремесленник. Но вот боец, который готов драться где угодно, когда угодно, за какой угодно титул и против кого угодно. Повезет, повезет, выиграю. Не повезет, ну что ж, не посрамлю своей честной фамилией. И в общем-то это достойно уважения. В профессиональном боксе без этого никак нельзя. Но вот у Эндреса надо заметить, есть такая особенность, он с годами становился только лучше как боксер. И если многие выходят на пик годом к 25, то, как я уже говорил, только начал заниматься профи Эндрес в этом возрасте. Повыше соперника Уильямсон, поэтому очень неплохо он бьет как будто бы сверху кроссом, пытается действовать через руку, а рука передняя, да и правая у Эндреса зачастую опущена. Правда и Уильямсон этим отличается, но сейчас идет уже 12-й раунд, оба устали, конечно же, и силы на то, чтобы держать правильно стойку у них нету, да, собственно говоря, они в начале боя особо этим не блистали. Хороший апперкот удается Уильямсону, но сейчас, по-моему, уже Эндрес готов вытерпеть все, что угодно. Слишком уж велико у него желание победить. Замечание за то, что повернулся Уильямсон спиной, но на это уже никто не обращает внимания. В Англии такую манеру бокса вообще-то любили, очень любили в 70-х, 80-х годах и не так часто появлялись по-настоящему техничные мастеровитые бойцы в те времена. Можно назвать, пожалуй, Найджела Бена, Криса Юбенко, да и, пожалуй, все. Ну, буквально, может быть, я сейчас упустил два имени. Чаще всего в тот период дрались именно так. Как футбол довольно консервативен был, так и бокс в Англии. вот то, что соперники мутузят друг друга, это публике нравится. Они выдают все, что можно, на это и пришли посмотреть. Тонко оценивать, разбирать и критиковать не будут, если боксеры отдают себя полностью. Вот сейчас концовку раунда лучше проводит Джейби Уильямсон. Он точнее, но посмотрите, спокойно, совершенно выдерживает эти удары Денис Эндриас. по идее мог бы уже и на полу поваляться. И любой из этих ударов мог бы быть завершающим. Но нет, рефери даже не обращает внимания, что Эндриас несколько раз попал ниже пояса. Не обращает на это внимания Уильямсон. Едва-едва он доходит до 12-го раунда. И вот 12-й заключительный чемпионский раунд. На кону титул WBC в полутяжелом весе. Денис Эндриас в белых трусах представляет Британию Гаянец против Джейби Уильямсона, американца. Он в голубоватых трусах. На ближней дистанции работает сейчас Эндриас. Ему более удобно это делать, чем длиннорукому Уильямсону. А Уильямсон не успевает встречать. Вот сейчас кто кого переломает в этом 12-м раунде, тот по-видимому и одержит победу. Замечание Эндриаса за то, что он толкает противника, но это такая у него тактика сейчас. Он толкает и бьет, толкает и бьет. Он просто ну скажем так забивая, пытается забить, затолкать противника, сделать все что угодно, чтобы тот не выиграл, чтобы тот не смог наносить удары, а самому нанести любыми способами, любыми частями тела, любыми частями перчатки, как угодно. Если можно было совершать броски, он бы боролся бы, наверняка Денис Эндриас. Вот он титул, казалось бы. Многие, кто смотрел этот бой, кто ожидал этого боя, не предполагали, что против американца, американца основоположники моды боксерской, который приехал в Англию драться с не слишком уж известным в мире, всего лишь чемпионом Британии Денисом Эндриасом. Американец должен выиграть, выиграть убедительно послужной список 22 победы, одно поражение, чемпион мира, но этого не происходит. И вот кураж поймал Эндриас невероятный. Он идет к победе, и надо сказать, он эту победу вырвет. Вырвет раздельным решением судей 118-116-116-114 в его пользу и 115-113 в пользу Джеби и Уильямсона. Так решат боковые судьи. И на карьере Уильямсона это поражение положит крест. Потому что после этого боя он одержит всего лишь 4 победы, потерпит 15 поражений, вы представляете себе, и закончит свою карьеру 11-ю поражениями подряд, причем 10 из них он потерпит нокаутом. Но он перейдет уже в супертяжелый вес. Кстати говоря, там он проиграет знаменитым Джорджу Форману, Генри Акинванды, Питером в Макниле. И, кстати говоря, наш Александр Золкин также сумел в четвертом раунде нокаутировать Джеби Уильямсона. Но пока он об этом естественно не знает. Долгая карьера предстоит и Деннису Эндрису. Еще 10 лет он будет на ринге. Через 5 месяцев в сентябре проведет он первую защиту титулу, выиграет техническим нокаутом. Но а в марте 87-го он встретится с Томасом Хирнсом, проиграет нокаутом в 10-м раунде и снимет с себя лаврой чемпиона. И это все на сегодня. С вами был Сергей Лазовский. Смотрите классику Нокаут-ТВ на 7 ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok